20 часов вечера мы вышли из метро станция печари шагер старый город и отправляемся гулять сколько раз мы здесь были в разное время года в разное время суток и это место всегда по-разному воспринимается в это время мы не были ну что дорогой по нашей знакомой дороге на наши любимые красивейшие места пошли фотографий очень много масса мы всегда здесь фотографируемся а вот видео снимаем впервые и так мы спускаемся справа от нас концертный зал который мы очень любим посещать очень уютный за ним находится филармония имени муслима магомаева-старшего сегодня погода не балует на календаре 7 сентября температура воздуха плюс 25 но ветер ну любит баку ветер потому как это город ветров огней солнца и любви за этой стеной старый город мы не пойдем сегодня сюда точнее сказать туда мы сегодня не пойдем мы там бывали и не раз сегодня мы гуляем дышим и направляемся знаменитому бакенскому бульвару я люблю это место я очень люблю это место кемау вот здесь помнишь мы зимой фотографировались перед тем как пойти на концерт симфонического оркестра пойдем здесь а помнишь мой самый первый приезд ты сразу же меня привел сюда и я была между прочим в этой же кофточке только на 7 килограмм я была похудела ну кофточка то та же какая странная да история килограммы прибавляем а в кофточках все тех же ходим но красота правда филармонический сад и всегда звучит музыка потрясающая музыка очень красиво очень красиво и стены старого города это наше с тобой первое место селеграде красиво здесь очень красиво все кто приезжает в Баку обязательно посещайте это место так мы будем мы просто не пройдем мы едем мы вышли на станцию и направляемся к морю путь�е в кульвару пошли вот здесь мы фотографировались вот было 4 года назад пошли пошли прошли пошли и вот здесь мы это было 14 почему это было 14 Я обожаю это время суток. Еще не темно, но уже не светло. Чуть-чуть прохладно. Не жарко, но так свежо. Я потрогаю водичку. Она теплющая. Раз в 7.30, наверное. Пошли. Филарманический ресторан. А вон там, вот на той верхней террасе. Помнишь зимой, когда мы были на концерте ансамбля народного танца Азербайджана, мы с тобой фотографировались, но это было совсем-совсем поздно. Потрясающе красиво. Идем дальше. Посмотри, как деревья подсвечены. Как шапка сверху. Если будет чуть-чуть накрапывать дождь, то он даже посетителям ресторана будет не страшен. Кройная шапка накроет там. Накроет все. И ни капли не упадет. Стена старого города продолжается, 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 продолжается. И посмотрите, какая чистота. Идеальная чистота. Двадцать часов, почти двадцать минут. Двадцать-двадцать. На стене старого города. Изумительные часы. Все здесь фотографируются. Ну, не исключение, у нас тоже здесь есть фотографии. Дальше нам нужно спешить, пока еще совсем не село солнце. По всему бульвару невероятно огромное количество разных кафе. Но в отличие, например, от России, если вы придете в кафе, вам обязательно нужно будет что-то покупать существенное. Иначе вам скажут, так, что сюда, посидеть, что ли, пришли? А здесь можно совершенно спокойно посидеть в любом кафе. Вот оно у нас, по левую руку кафе. И заказать всего лишь навсего чай. Потому как в Азербайджане спиртное не пьют, а любят пить чай. Приходят отдыхать семьями. И это великолепно. Идем дальше. Я очень люблю этот город. И не потому, что здесь живет мой любимый сентябрь, а потому, что здесь очень чисто и красиво. Ну, красиво, если красиво, почему не говорить о том, что это красиво? Будем мы где-нибудь в Мендерле, будем мы где-нибудь на Луне, и будет там красиво и чистое, я скажу, вот так классно. Ну, посмотрите, посмотрите, сколько огней. Какая чистота. И посмотри, дорогой, мы почти на набережной, мы почти на бульваре. Поторопись. Сейчас солнце окончательно уснет. И все. А хотя это не будет страшно совершенно. Почему? Да потому, что бульвар настолько прекрасно освещен, что нам не страшно. У нас не совсем такого хорошего разрешения камера, поэтому я переживаю. Мне очень хочется, чтобы было все видно. Здесь, вот вы видите, немноголюдно, потому что все спешат на бульвар. Куда и мы спешим. Совсем рукой подать. Совсем рукой подать. Пошли скорее, выключай камеру, побежали. Потрясающе светлый и чистый пешеходный переход. Но мы не пойдем пешком, мы поедем на эскалаторе. Дорогой? Я поехала. Я специально здесь делаю, чтобы ты сказала, «Ох, друзья, принято!» Все принято. Это нормальное выражение эмоций. Два года тому назад мы с тобой у закрытых решеток там фотографировались, когда еще этот переход не сдали в эксплуатацию. Это было тоже на Рождество. Поехали. Мы тогда смотрели через закрытую дверь в решетки такие резные. Вот они, эти решетки. Вот через них мы и смотрели с тобой. И фотографировались. Сейчас даже скажу. Вот на той клумбе. Точнее, у той клумбы. Вон она. Вспомни, как мы с тобой хотели попить. Находясь в одном... Не буду говорить сейчас, кто скажет. Вот. Не буду. Но мы искали, мы искали, где бы попить. А здесь есть такая возможность. Если хотите, можно попить. Нормально. Ой, хорошо. Ну, вот. Мы на бульваре. Но не в самой его гуще событий. Но переход-то просто красава. Просто красава. Дорогой, а когда мы с тобой переходили на Бакинскую Венецию, мы по-другому переходу шли? Или по этому? Здесь можно пройти. И там есть еще впереди другой. То есть мы по-другому шли? Другой переход тоже. И по-другому шли. Точно. Нет, потому что я по нему первый раз иду. Ту-ду! Помнится, 4 года тому назад он был совсем другого цвета. Камал. Этот паровозик. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. Ну, красава. Красава. Ну, так правильно. 25 километров. Попробуй-ка. Пройди пешком. Тяжеловато будет. Треб Nemus. Требенцик. Железная паровая. Требенцик. Ирый. Агентский парк. где мы совсем рядом с ними, ну и конечно же Лак Азербайджан. Огненное пламя. Все время меняется картинка, все время. То одна, то другая. И погода сегодня, да, Шалин? Смотри, какая область. Чёрная туча. Да, наверное, будет дождь. Я не удивлюсь. Нет, сегодня смена ветра, поэтому. Завтра ясная погода. Ну и хорошо. Это просто ветер перемен. Ясная погода. И дальше. Баку. А это бакинский яхт. И как мы видим, это прогулочный катер, уже зашли люди, сейчас они поехали кататься. Здесь в этом месте в море никто не купается, здесь нет пляжа. Здесь просто можно гулять и любоваться морем. Если хотите на пляж, то это в Шихово, либо в Нокханы. Мы про это тоже отдельно расскажем, где лучше всего купаться в Баку. Сколько народов? И это ещё нет, это ещё не народ, между прочим. Всего-то половина девятого. Двадцать-тридцать. Самое большое количество народов где-то часам, наверное, к десяти будет. Дабы мы не были на бульваре, мы обязательно фотографируемся на это месте. Но это же романтично. Все влюблённые всегда посещают это место. И здесь, около этих кораблей, в ожидании своих аутпарусов. Свежо, красиво. А вот этого я там не помню. Почему? Достроили, что ли? Его перестроили, он был раньше двухэтажный, сейчас там все четыре этажа. Ну вот видишь, я же говорю, что я не узнаю. Да. А вон та светящаяся лилия на воде, это красивейший фонтан. Отсюда плохо видно. Далеко. Пусть нам поверят на слово, что это очень и очень красиво. Идём дальше. Волшебное дерево. Смотри, какое дупло. Здесь можно проводить квесты и туда что-то прятать. Огромное количество вот таких небольших лайков, где можно купить, попить. Но цены кусаются. На бульваре всё дороже, чем в городе. Поэтому покупайте всё в городе, идите гулять на бульвар. Идём в кафе. Мы не считали... Сейчас ребёнок проедет. Вот так. Молодец! Мы не считали, сколько конкретно подобных вот таких кафе и подобных ему на бульваре. Их огромное количество. Прошли 50-60 метров кафе, прошли ещё 100 метров кафе. Ну, ты посчитайте, если 25 километров полностью бульвар, вот сколько их есть. Но самое интересное, можно совершенно спокойно, если мы сейчас сядем за столик, к нам, конечно, подойдут, спросят. Мы скажем, мы хотим просто посидеть. Нас никто не прогонит. Я уверена. А ты помнишь, как мы первый раз пришли сюда чай пить? Сюда? Ну, подобное. В другом месте. Ну, оно было приблизительно такое же. И что? И ты помнишь? Ну, цены укусили. Нам, правда, принесли волшебный чай, к нему орешки, сухофрукты, вареник. А по кейской Венеции мы тоже там пили чай. Да, но в рублях это где-то приблизительно 500, наверное, да, рублей. Обошелся чай здесь на бульваре примерно в 500 рублей. Но это было, конечно, волшебно вкусно. По секрету скажу. Все, что не съели, я с собой забрала. А это вид того же кафе, но только с другой стороны. Поверьте, через час здесь не будет ни одного свободного места. Музыка потрясающая, песни обалденные. Огромная площадка. Зимой здесь елка. Помнишь здесь фотографию? Да, да. Елка и всегда. Плазменный экран показывает интересные виды. Хорошая музыка звучит. А почему не использовать эту площадку в качестве танцевальной? Я бы сделала здесь так. Здесь различные мероприятия проводятся и всякие концерты. Да я все это понимаю. Ну а сейчас? Ну вот суббота, ну вот суббота. Зачем праздника ждать? Зачем? Уважаемый президент Азербайджана, я вношу радость предложения. Пусть здесь в субботу будут танцы. Пусть люди танцуют. Такая музыка, погода, природа. Ну все располагается. Столько площади. Ну почему не танцевать? Ну это же здорово. Знаю, знаю. Знаете, что нужно здесь делать? Здесь нужно, чтобы здесь встречались новобрачные в свой медовый месяц. Молодые пары. И они будут здесь танцевать. И мы будем ими любоваться. Это же здорово. Просто здорово. Ну и наряду с ними мы тоже хотим тем, которым зак. Уже, ну, сами понимаете. Мы тоже хотим танцевать. Сейчас мы поднимемся на эту площадь. Вот по этим красивым ступенькам. Как зимой когда-то. И такой зеленый. Ответ прост. Потому что каждый вечер его стационарно поливают. Обильно поливают. Орошают его. И через каждый. Посмотрите сюда. Я считаю шаги. Ой, чуть не свернула. Считаю шаги от этой урны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, двадцать пять. В девять пять шагов новая урна. Вот поэтому на бульваре чисто. Потому что есть куда бросать бумажки. А вот в городе Баку, в самом, урн явно не хватает. Поэтому на это нужно обратить внимание. А мы все дальше и дальше от знаменитых небоскребов. Мы продвигаемся по бульвару, идем дальше. Что за терем-теремок? Из трубы идет дымок. Явно чувствуется уже запах, который предвкушает появление здесь шашлыков. Я как говорила, что в десять часов здесь будет огромное количество людей. И готовят просто угли, растапливают, мангалы готовят для того, чтобы всех обеспечить вкусным шашлыком. Это знаменитый ресторан «Жемчужина». 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 Нет, нет, неправильно сказала. Я думала, что меня не накажут, если я вот так вот возьму, приближу камеру и посмотрю, а что молодые люди делают за столом. Как вы видите, пьют чай и прекрасно общаются. Извините, ребята, что я без разрешения это сделала. Семьи с ребятишками гуляют совершенно... Да, вот, видишь, здоровается с дядей. Я сейчас тоже с ним поздороваюсь. Потрясающе наблюдать, как отдыхают люди. И точно, будьте здоровы. Ну почему россияне боятся приезжать в Баку? Асалам алейкум. Салам, салам. 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 Натуральные соки? Мило очень. Шикарный дизайн. Давайте спросим, сколько же это стоит. Сколько стоит стакан сока? 3 млн. 3 млн. 3 млн? 3 млн. 3 млн. 4 млн. 4 млн. 4 млн. Это на наши деньги 120 рублей. Да. 5 млн. Ну нормально, в принципе. Он же натуральный сок. Натуральный, свежевыжатый. Но только с крепким желудком такое возможно. Натуральные соки пить. Чем быстрее, чем быстрее стрелки часов двигаются к 22 часам, тем больше народу на бульваре. Кстати, туалетные комнаты здесь тоже через каждые, наверное, ну метров 200. Очень аккуратно и очень чисто. Пойдем на эстакаду? Я боюсь, что там все-таки будет темно и камера не возьмет. Это нужно делать днем. Но очень красиво. Да. Около этого фонтана, только с другой стороны дорогой, была сделана тоже одна из первых фотографий, когда я приехала в Баку. Деревья вон все. Пойдем туда. Мы мимо этого места тоже никогда не проходили. Ветер усиливается. И народ в кафе попал. 26 градусов, завтра купаться пойдем на море. А это галерея знаменитых экзотических деревьев, привезенных из других стран. Они прекрасно себя чувствуют в Баку на бульваре. И с каждым годом их становится все больше и больше. Вот этого дерева не было в прошлый раз, да? Его недавно привезли. Она прекрасно себя чувствует. Зелененькая такая. По-моему, здесь и кактусов не было раньше. Вот такие красавчики. Кактусята. Дорогой, ты знаешь, что меня звали в школе вельветовый кактус? Да. Наверное, потому что я очень лояльный человек, справедливый, но в то же время бываю очень халючий, да? Но иногда для того, чтобы вылечить человека, ему тоже ставят укол. И это не совсем, между прочим, приятно. Коктусята маленький. Давай возьмем поближе. Вот это. Маленький коктусята. Вот это место я очень люблю. У меня есть здесь из-за массовых фотографий в разное время, летнее. Но вот в вечернее время цветные фотографии никогда не получались. Но люблю я это место. Так красиво здесь. что мы потерàng в сомнике, Мы её чергим видим HUG. И они界. В displayed других фотографий, Да, поэтому они И сейчас底下覺 не будет двигаться легким. И мы должны играть по 3 кутку. Продолжение следует...